Всем привет! Давайте начнем разбирать украшения. Без украшений, вообще я не вижу восточной музыки, украшения это, наверное, что-то такое, что как раз и делает ее восточной. Кроме того, что сам лад может быть восточным, плюс вот эти вот фишечки, фошлаги, мелизмы, различного рода секвенции, они добавляют красоты, они добавляют витиеватости, добавляют чувства, добавляют эмоции, добавляют просто, раскрывают произведение больше. Поскольку мы с вами новички, делать мы будем это медленно, я сам это делаю довольно медленно все еще, изучаю этот вопрос в настоящее время сам. Ну вот сколько знаю, вам скажу, давайте попытаемся сделать это, как-то более упорядоченно. Приступим. Ставлю ноту Си. Настраивайте ваш звук. Смотрите, если камыш еще недостаточно раскрылся, недостаточно готов сделать все, на что он способен, уже будучи напитанным влагой, не давайте ему слишком большую нагрузку, иначе просто камыш загубить, и даже новый легко загубить камыш. Поэтому вот и тем, кто не умеет дуть, особенно не понимает, когда камышу можно давать нагрузку, просто не давайте дуть в ваших тростях. Ну, у меня он еще суховатый и староватый уже. Слишком не дуйте у него, если он еще суховатый. Так, пускай нашим первым с вами украшением станет такой вот вид форшлага, небольшой отбивочка, вот такая вот. Мы просто будем отбивать ту ноту, которую играем, пальцем, который расположен ниже. Не уверен, можно ли назвать это уже форшлагом. Есть такое слово, форшлаг, это некий такой вот прием, трюк, когда вы к определенной ноте попадаете через другую ноту, которую вы просто слегка затрагиваете или вот каким-то образом ее вот даете понять о ее существовании. Я полагаю, это слово немецкое. Шлак – это удар, а фор – это то, что расположено перед. То есть некий предварительный удар, после которого вы приходите к этой ноте. Может быть, эту отбивочку уже можно так назвать. Субтитры создавал DimaTorzok То же самое давайте сделаем, но двойным ударом. Без украшений нет импровизации. Без различного рода секвенций, переходов, каких-то таких вот приемчиков вы не сделаете красивой импровизации. Вот уже даже на основании двух вот этих вот приемов вы можете импровизировать в ладу, скажем, в семеновом. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так. Следующий прием, который мы возьмем, это уже более классический фуршлаг, когда мы будем подбрасывать, будем работать не нижним пальцем, тем же самым, на котором мы играем, или пальцем там выше. Вот, посмотрите. Видите, это дает разные ощущения, потому что та нотка, которой мы касаемся, она в данном случае разная. Чтобы делать вот этот вот одиначный фуршлаг более качественно, вам необходимо научиться работать губами и подключать горло. То есть не просто подбрасывать палец, а делать одновременно движение губами и подбрасывание пальцем. А потом, когда вы ощутите это, можно уже подключать горло. Вот, чтобы освоить его лучше, можно попробовать просто поработать губами. вот здесь я уже подключил горло. То есть формула фуршлага такова. губы, пожалуй, это самое важное. Хорошая работа губ. Палец подбрасывающийся. Причем губы и палец должны подбрасываться, работать синхронно. И горло. Вот. Это формула качественного фуршлага. Удар горлом, он дает некое придыхание, и поэтому получается вот эта вот штука именно в том виде, в котором ее необходимо делать. Горло подключайте обязательно. То есть попробуйте сначала делать одним пальцем, потом просто одними губами, потом губами и пальцем, и потом губами, пальцем и горлом. Вот просто пальцем. Видите? Не очень сочно. А вот так. А вот с горлом. Вот этим упражнением вы можете нарабатывать силу губ в этом смысле. Вы просто можете на одной ноте висеть и делать это как можно дольше, пока ваши губы не устанут. Когда они немножко отдохнут, продолжите делать то же самое. Так вы накачаете губы. Чтобы это было интереснее, можно это делать в виде каких-то секвенций. Видите, подбрасываю я все время только один палец, и каждый раз этот палец, если я опускаюсь по секвенции вниз, он меняется. То есть я начинаю с того, что подбрасывается вот этот палец. То есть один палец выше, помните, да? Играет музыка. Вот такие упражнения. Потом можно вот этот вот первый фуршлаг и второй фуршлаг, их можно соединить в один общий. Вот смотрите. Если трость не размочить, то она может вот так просто выскочить. Здесь вот не намочить эти нитки. Вот. То есть уже можете тренировать вот эти упражнения и делать из них какую-то импровизацию. Играет музыка. Что-то такое простое. Когда фуршлаги собираются в цепочку, это называется мелизм. В этом случае, когда вы опускаетесь вниз, надо не забывать, какой палец приподнимать в каком месте. То есть, если вы идёте отсюда, приподнимается этот, а потом падают вот эти пальцы оба вместе. Видите? То есть, если это делать красиво, быстро, то получается музыка, а не просто физические упражнения. Чем лучше вы будете совмещать вибрато и орнаменты, тем лучше будут получаться орнаменты. Потому что хороший орнамент, вот этот подпрыгивающий, с сжиманием губ, с пальцем, он отлично выходит из хорошего насыщенного вибрато. А когда вибрато там плоское или полностью отсутствует, то украшение делать труднее. Так, в этом уроке я вам показал вот это. Показал вот это. А при помощи фуршлага можно подниматься, отпускаться не только вниз, делая мелизм, но и подниматься вверх. Смотрите. То есть, смотрите, палец у меня подпрыгивает верхний. То есть, у нас было вот так с вами. Потом было вот так. Потом было вот так. Еще раз повторяю. Совмещайте хорошие вибрато с орнаментами, вот с этими фуршлагами. Далее формула качественное движение губ, синхронизированное с подпрыгиванием пальца и ударом горла. То есть, если удар у горла пока не получается, просто синхронизируйте пальцы с движением губ. И пробуйте делать уже цепочки. Смотрите, можно цепочку делать без пальца даже. Здесь уже должно горло подключиться. Слышите, там получается такой ай-ай-ай-ай. Именно вот это ай-ай. Как будто вы на полтона вверх подбрасываете его. Не слишком много пока информации. Вот, вот такие украшения. Поэтому на этом, наверное, мы этот урок завершим. В следующем я думаю, что покажу, как делать двойной фуршлаг. Вот, или может быть какие-то еще украшения. В общем, как мне это будет спонтанно приходить, так я вам это буду давать. Тема очень трудная. Вот, мой учитель Нарек говорит не сильно, вот, загружай себя одними этими упражнениями. Потому что, да, теряется музыкальность произведения. Скажем, Джован Гаспарян не очень много включает вот этих вот штук. Достаточно для нас, конечно, но меньше, чем некоторые другие армянские дудукисты. Но при этом, при этом его тембр, его звучание, красота, то, как его игра трогает душу, зачастую гораздо-гораздо сильнее, чем от других музыкантов, которые более совершенно владеют различными родами техниками и украшениями. Вот, поэтому балансируйте украшения с мелодичностью. Наша задача сделать украшения мелодичными, чтобы они не были просто... Чтобы это казалось музыкой. Вы вроде сделаете какую-то секвенцию, какое-то там украшение. Это всего лишь технический прием, но для зрителей и для слушателей это музыка. Все, идем в этом направлении. С вами был Каруна. С вами был Игорь Негода.